В техническом колледже филиала САФО в Северодвинске состоялось торжественное открытие третьего открытого отборочного чемпионата WorldSkills. Группы компаний объединены судостроительной корпорацией. В соревновании наравне со студентами Северного Арктического принимают участие сотрудники 19 предприятий группы ОСК. Из Москвы, Санкт-Петербурга, Выборка, Калининграда, Нижнего Новгорода, Астрахани, Комсомольск-на-Амуре. Конкурс выходит за рамки просто обычных рабочих специальностей. Мы перестаем замечать, что рабочий – это теперь уже наполовину, или может быть на три четверти инженер, или может быть он гораздо больше инженер, чем рабочий. И с этой точки зрения стирается грань между тем, что мы раньше считали традиционными судостроительными специальностями. В современном мире информационных технологий работнику судостроительной сферы необходимо обладать широким спектром навыков. WorldSkills – уникальная соревновательная платформа, где молодые специалисты могут как продемонстрировать свои профессиональные умения, так и перенять опыт от старших коллег. Участие в подобных чемпионатах – еще и возможность встречи студентов с потенциальными работодателями крупнейших предприятий. Эту идею кооперации поддерживает и развивает САФУ. Именно поэтому вместе с ОСК и предприятиями мы единственные в стране сохранили и развиваем систему завод в ТУС, когда по окончанию учебы у нас ребята получают не только диплом инженера, но и осваивают одновременно несколько рабочих специальностей. Уже в современных условиях, связанных с автоматизированными системами, с цифровизацией производства, с бережливым производством. И здесь мы вот рука об руку идем и с ОСК и с нашими предприятиями. Участники корпоративного чемпионата WorldSkills соревнуются в пяти компетенциях. Три площадки были представлены на базе филиала САФУ в Северодвинске. Одна из них – управление жизненным циклом. Студенты в единой команде с сотрудниками предприятий ОСК проектируют модель безэкипажного транспортного судна для перевозки контейнеров, при этом выполняя различные модули. Они анализируют рынок, в том числе рынок заказчиков, то есть кому. И все это, конечно же, отражается в конкурсном задании. Кому интересно было бы построить такое транспортное безэкипажное судно. Также они захватывают и проектные. Они должны будут представить проектные решения, технологические решения, решения кадровые. В рамках компетенции «Обработка листового металла» соревнующиеся изготавливают инструментальную тумбочку. На основании чертежей необходимо выполнить раскрой металла с линии захода лазера. Процесс трудоемкий и требующий повышенной аккуратности. Вот сюда ставится крыша тумбочки. В этой крыше тумбочки, скажем, должно быть, например, 24 отверстия. В обязательном отверстии должна быть линия захода лазера. Теперь, чтобы вырезать ее лазером по периметру, в эту крышку, обязательно линия захода лазером должна быть по периметру поставлена. Это все учитывается. Судейская комиссия заполняет протоколы в соответствии с выполненным заданием. Ну и в дальнейшем подсчитывается балл. У кого большее количество баллов, естественно, тот и победил. Еще одна компетенция, представленная на площадке филиала «Сафов-Северодвинске», – это сварочные технологии. Здесь участники выполняют несколько модулей. Сварка стальных конструкций в четырех пространственных положениях. Выполнение изделия из алюминиевой сплавки и нержавейки. Последний день соревнований предполагает создание сосуда из стали, в которой будет испытываться давление. Помимо традиционных компетенций в рамках чемпионата WorldSkills открыта и новая категория – сборка корпусов металлических судов. Эксперты и организаторы отмечают, что данный вид деятельности очень востребован в судостроительной сфере. После раскроя металла именно они собирают корпусные конструкции, закладывают корабль и, собственно, изготавливают то, из чего потом и получается корабль при соответствующей начинке и погрузке оборудования в систему механизмов. Победители открытого отборочного чемпионата будут представлять «Сафу» и ОСК на WorldSkills High Tech, который пройдет в октябре в Екатеринбурге. Анна Баданина, Сергей Земских, Дмитрий Коротов, Медиа-центр «Сафу», Арктический мост.